Утро Дня Победы в Приднестровье встретили на мемориалах. Люди шли к плитам с именами героев, чтобы почтить их память и возложить цветы. А над главной площадью Приднестровья подняли Знамя Победы. Огромное Знамя Победы. В Приднестровье эту копию привезли из Москвы 10 лет назад. И каждое 9 мая знамя торжественно поднимают на флагшток. Это один из главных символов Дня Победы. И сегодня он будет развиваться в центре столицы. А часом раньше у Вечного Огня в Террасполе стали собираться люди с цветами и портретами воевавших близких. То, что бессмертный полк в этом году официально не организовали, многих не остановило. Горожане говорят, на мемориал славы пришли, чтобы гордиться своими героями. Я взяла портрет дедушки. Ушел на фронт в 18 лет. Совершил подвиг в 1944 году. Освобождал деревню Аренсберг и первый ворвался в деревню. Награжден, да? Награжден за отвагу. Это два моих дяди. Да. Они оба молодыми погибли. И до последнего времени, лет пять назад, мы только узнали, где. И бабушка до последнего дня ждала обоих своих сыновей. Что вы чувствуете 9 мая? Ну, большую радость. И играя вот музыка военная до слез, до мурашек, вспоминая рассказы о наших дедах, то пробирая до мурашек и очень грустно. Нет официального бессмертного полка в этом году. Не организован он официально. Но почему люди приходят с портретами своих близких воевавших? Как думаете? А кто прийдет? Кто их будет поминать, как не мы? Я сама вдова, участника боевых сражений, председатель Доприднестровья. Как я не могу не прийти, мы с родной человеком. Оркестр Минобороны играет священную войну. В начале Великой Отечественной песня стала гимном защиты советской страны. В ряды Красной Армии вступали миллионы солдат и офицеров. Сегодня память погибших освободителей почтили минутой молчания. К вечному огню венок возложил президент Вадим Красносельский. Руководство правительства, министры и депутаты также пришли с цветами. И с этого момента к мемориалу славы пошел поток людей. Он не прекращался до самого позднего вечера.